Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии я, Лилия Баталова. Наша команда подготовила для вас самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Владимир Путин обозначил 12 национальных проектов, в том числе здравоохранения, в котором принимает участие Казанский федеральный университет. В Казанском федеральном университете прошло совещание по дистанционному обучению для студентов. Последствия вспышки новой коронавирусной инфекции продолжаются, в том числе и обвал нефтяных цен. На заседании Совета ректоров Ильшат Гафуров провел совещание. Обсуждались вопросы об учении студентов в ситуации карантина. Более подробно вы увидите материал в следующем выпуске. А сейчас переходим к следующему сюжету. В Казанском федеральном университете прошло совещание по дистанционному обучению для студентов. Об этом наш новый сюжет. 17 марта в Казанском федеральном университете вышел приказ о переходе к дистанционной образовательной деятельности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Уже сегодня проректоры, директора институтов и их заместители по образовательной и воспитательной деятельности обсудили в формате вебинара план действий сложившейся ситуации. У студентов, которые, допустим, не знают, что такое дистантные электронные технологии обучения, не использовали их, через личный кабинет, который у них на сайте есть в Межске, то надо, конечно, провести работу по причине, чтобы они поняли, вникли, как будет идти обучение по их предмету. Тем более, обучение предполагает, что мы можем идти по нашим расписаниям, которые уже составлены и которые действуют. Представители институтов общались друг с другом с помощью видеосвязи. Со своим словом выступили первый проректор Казанского федерального университета Рея Сминзарипов и проректор КФУ по социальной и воспитательной работе Ариф Межведилов. Есть большой классный учебный деятельности в нашем университете. Это не просто, так сказать, организовать дистанционно, но в то же время есть методических рекомендаций, которые мы будем еще обсуждать, заместителем директоров по социальному воспитанию, а работе в рабочем порядке будем передавать. Те ограничения, которые касаются организации учебного процесса, они коснулись и внеучебных деятельностей. В частности, все массовые мероприятия, уважаемые коллеги, в нашем университете временно приостановлены. Напомним, что никакой речи о каникулах не идет. Учебный процесс на период усиления мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции будет проходить без потери академических часов. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Фарид Захет Углы, Универ Ньюс. В Казанском федеральном университете будет проходить обучение через платформу Microsoft Teams. Microsoft Teams для Windows или мобильных устройств позволяет транслировать аудио- и видеоконференции или собрания, формировать задания и учебные материалы, создавать команду, использовать чат вместо электронной почты, безопасно изменять файлы одновременно с другими пользователями, выполнять настройку, добавляя заметки веб-сайты и приложения. А подробную инструкцию вы можете посмотреть на сайте Казанского федерального университета. Также в Казанском федеральном университете студенты могут позвонить по телефону горячей линии и задать все вопросы, которые обеспокоят ребят по дистанционному обучению. Послание Владимира Путина федеральному собранию было оглашено в начале 2020 года. Он обозначил 12 национальных проектов, в том числе здравоохранения, в котором принимает участие Казанский федеральный университет. Подробнее в следующем сюжете. Казанский федеральный университет В Казанском федеральном университете планируется разработка сразу нескольких комплексов. Одним из таких является система автоматизированного принятия решения для анализов, которые назначаются по результатам медицинских изображений, например, УЗИ и рентгенограммы. Указанный комплекс позволит минимизировать ошибки, улучшить качество принимаемого решения, повысить класс аппаратов. То есть, по сути, вы будете получать изображение с более бюджетного аппарата, такое же после нашей обработки, как с аппарата более высокого класса. В результате обработки медицинского изображения будет устранен эффект размытости, повысится четкость контуров и станут автоматически выделяться подозрительные области. Обычно врачи делают это вручную, и новая разработка станет ценным помощником в работе специалиста. Программное обеспечение будет функционировать на планшете врача. То есть, условно говоря, это планшет, который на кронштейне крепится к аппарату УЗИ. Пусть аппарат УЗИ старый, слабый, на нем уже будет изображение, но вот на планшете изображение будет четкое, да. То есть, и там оно будет сразу снабжено всей этой информацией, которая снабжена информацией с аппаратов УЗИ вообще экспертного класса. То есть, это позволит получать доступ к диагностике экспертного класса для гораздо более широкого класса населения, широкого класса врачей. По завершению разработки новой системы специалист будет получать с бюджетных аппаратов медицинские изображения на том же уровне, что и с аппаратов высшего класса. Диана Шлинкова, Ленардо Велитяров, Универньюс. По всему миру бушует коронавирус. Люди скупают все необходимое с прилавков. Страны от нас за другой закрывают свои границы. Плюс ко всему, мировая экономика испытывает не самые лучшие дни. Так, 18 марта торги закрылись с феноменальным падением цены на нефть ниже 27 долларов за баррель. Такое мир не видел с 2003 года. Последствия вспышки новой коронавирусной инфекции продолжаются. В том числе и обвал нефтяных цен. Все подробности далее. Обвал нефтяных цен начался 9 марта, когда стоимость сырья упала примерно на треть. Страны ОПЕК плюс не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти из-за падения спроса на фоне эпидемии коронавируса. В первую очередь, последствия будут связаны с, во-первых, снижением государственных расходов, поскольку сокращение доходов бюджета будет однозначно приводить к более экономному расходованию. Конечно, все социальные обязательства, которые приняло на себя правительство, они будут выполнены. Недостаток средств бюджета будет компенсированный с фонда национального благосостояния. Он сейчас достаточно большой и в течение года-двух свободно может использоваться для компенсации выпадающих доходов бюджета. Так или иначе, какие-то новые проекты государство финансировать не будет и будет стараться расходовать деньги экономно. Это повлияет на экономику и затронет каждого из нас прямо или косвенно. Второе, что мы почувствуем, ну мы уже почувствовали, это снижение курса рубля по отношению к доллару, к евро, ко всем мировым валютам. 16 марта на фондовых рынках произошел очередной обвал, третий за последнюю неделю. Причина заключается в нестабильной ситуации на рынке нефти и развивающейся пандемии коронавируса в мире. 17 марта мировые цены на нефть выросли на 5% после рекордного за 4 года падения. Накануне стоимость нефти упала ниже 30 долларов за баррель. Для России нефть и нефтепродукты и вообще топливный сектор является одним из основных, одним из базовых секторов экономики. Доля доходов, связанных с добычей и продажей нефти и газа в бюджете, составляет около трети. То есть треть государственных доходов – это доходы, связанные с налогообложением нефти и газа. Поэтому снижение цен на нефть вдвое практически, которое произошло – это достаточно тяжелый удар по российской экономике. Нефть является основным ресурсом недореспублики Татарстан. Поэтому нестабильная ситуация на рынке нефти не может не отразиться на экономике республики. Двойное падение, падение с 60 до 30, конечно, затронет и республику в равной степени. Да, часть удара примет на себя федеральный бюджет и фонд национального благосостояния, но часть удара придется и по республике. Нефтяники пострадают, и те, кто обслуживает нефтяные промыслы, а это огромное количество предприятий. И бюджет тоже частично пострадает. В то же время эти потери могут быть частично компенсированы за счет других отраслей республиканской экономики. Сильной стороной является в первую очередь сельское хозяйство. Республика не только обеспечивает себя основными продуктами питания, но и является крупным экспортером сельскохозяйственной продукции в другие регионы и в другие страны. А сельскохозяйственная продукция, она востребована всегда, независимо ни от каких кризисов, потому что продовольствие – это предмет неизменного спроса. На этом у меня все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова